Сегодня, 25 января, в здании Университета культуры и искусств, в рамках празднования мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, состоялось открытие исторического кинопоказа, посвященного жизни и героической деятельности великого князя. Участниками мероприятия стали председатели Российского географического общества Иван Чайко, председатель Совета Стариков Паухин Василий, руководители пархиального отдела религиозного образования Протерия Александр Игнатов. Мероприятие возглавил ректор Университета культуры и искусств Сергей Зенгин. В своем вступительном слове ректор университета поздравил всех с Татьяниным днем и рассказал о его значимости. Он был связан с открытием в 1755 году Московского государственного университета и открытие это произошло 25 января в Татьянин день, святой Татьяны. Именно поэтому в середине 19 века российское студенчество именно этот день отмечает как праздник. Наполнить его внутренним содержанием, тем более для этого есть очень важное, очень значимое событие. Это 800 лет со дня рождения великого благоверного князя Александра Невского. И в этом году, согласно указу нашего президента, вся страна будет празднично отмечать имя этого великого человека. Руководитель пархиального отдела религиозного образования Протерия Александр Игнатов поздравил с открытием кинолектория. Мне выпала большая честь от имени нашего отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской кубанской епархии поприветствовать вас в этом замечательном прославленном вузе Кубани. И, конечно, присоединиться к поздравлению, которое только что прозвучало от вашего ректора Сергея Семеновича. Я обратился ко всем собравшимся с напутственным словом. Как побеждать врагов, потому что врагов у России мало никогда не было. И вот это почитание родителей, заповеди Бога, чти отца твоего и мать твою, да благо тебе будет и долголетен будешь на земле, было основой для Александра. Давайте сделаем это основой для нас, слушать своих родителей. Гостям мероприятия было предложено посмотреть несколько фрагментов из фильмов. Александр Невский, режиссера Сергея Изминштейна, и житие Александра Невского, режиссера Георгия Кузнецова. О том, как принимались решения снимать эти картины, о процессе съемок, подборе актеров на значимую роль, рассказал известный киновед, профессор кафедры телерадиовещания Григорий Гиберт. По окончанию кинопоказа и кинолектория для участников мероприятия была проведена экскурсия по современным аудиториям института и библиотеки, оборудованной современными технологиями регистрации и выдачи книг из библиотечного фонда. Также гостям был показан музей института культуры, в котором расположены экспонаты первых научных работ, печатных изданий и исторических фотографий вуза. В конце встречи принято решение о дальнейшем сотрудничестве. Профессорско-преподавательский состав приглашен в епархиальный отдел образования для формирования совместных образовательных программ.